Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы обсудим тему о вредных клиентах. Вредные клиенты бывают, их не так много, но если вы работаете с людьми, без этого никуда, никуда, никуда не деться. Потому что люди всякие бывают разные, многие вообще считают, что если они у вас заказывают фиалки, другие растения или что-то покупают, то вы им по гроб должны, поэтому тут нужно понимать, когда нужно сказать нет, в моем понимании. Я вам сейчас хочу поделиться своим опытом трешевого общения клиентами с клиентами и с конкурентами. Потому что у меня реально начался в этом году, еще такого не было очень давно, начался какой-то буллинг конкурентов, понимаете. Я вообще офигела от такой наглости, дичи и просто какое ваше дело называется. Значит, вот эти вот все вещи. По цене, кстати, я хочу отдельно снять видео, потому что у многих прям душа джаба, что одни продают дорого, а другие продают богато. Что же за цены? Да как вы имеете право такое, блин, ставить? Вот я насчет цен сниму отдельное видео, а сейчас мы именно в общении, вот с какими клиентами я не работаю. Заяц побежал, заяц побежал. А ну мы найдем его, я его увижу, увижу. Он встал на это, блин, наверное, не поймает этот аппарат. Он там застрял такой, нет, не достанет. На расстоянии. А ну-ка, ну-ка. У нас зайцы здесь бегают, но тут зуб, зуб цифровой. Все, ладно, не увидим. К сожалению, он сидит прям в свету. И такой красивый, огромный, такой большой, большой. Все, убежал. Видел меня и убежал. Все правильно, убегай. Тут дядьки-тетки ходят разные. Ничего. Так вот, нечего рисковать своей жизнью. Так вот, ребятушки. Я что-то заяцом сбилась с тем, что я хотела сказать. А, это общение трэшевое. Значит, первый трэшевый момент в этом сезоне у меня был такой, что девочка заказала, оплатила. Там был небольшой совершенно заказ. Еще самое такое интересное было, я тогда не очень хорошо себя чувствовала. Еще рука у меня была там травмирована. А я вот это сидела, мне помогали там вот это все. Мы что-то паковали, мы ее в первую очередь запаковали, отправлять. Ну, вот реально было хреновое состояние. Мне еще зубру вырвали. Ну, в общем, все вместе как-то бывает складывается. Вот. И ты сидишь такой в коматозе, пытаешься обслужить людей, потому что, как бы, денежка заплачена. Все, нужно реализовать это все. Вот. И пока мы паковали, вот человек... Ну, как, сложилось так, что человек оплатил, обещали отправить он завтра-послезавтра. Завтра-послезавтра прошло, наступило после-послезавтра, да, через два дня. Как бы ничего такого критического нету, да, что мы там и на связи, все говорим, что есть, отправляем. Я такой человек, который не любит вот это вот нытья. Ой, вы знаете, мне зуб удалили, я не смогу отправить. Я вот просто была даже не в состоянии что-то кому-то отвечать. Просто эти заказы собирала, вот, как собирала, понимаете, еще и рука, и зубы, в общем, все вместе. Так вот. К чему я это все говорю? Что все мы люди, да, как бы можем физически не успевать. И бывают какие-то моменты, которые ты не хочешь обсуждать с другими, совершенно чужими для тебя людьми. Вот, это девушка в вайбере. Вот это вайберы, это и счастье, и радость, и такая гадость, что нельзя обнять и плакать, понимаете? Потому что, вот, допустим, с таким вот свободным интернетом у нас народа просто крышу срывает. И человеки вот сидят в вайберах-телефонах. Ребятушки, вот отрывайтесь от своих телефонов и вайберов, гуляйте немножко вот в лесу, на природе. Куда-нибудь выходите. Потому что у меня такое ощущение, что многие спят, кушают, ходят в туалет, живут, занимаются очень интересным занятием вместе с телефоном, понимаете? Вот в своей жизни. Кстати, я с велосипедом катаюсь. Да, к чему я это все длинно разговариваю? Значит так, девочка за 15 минут, значит, она написала 8 сообщений. А вы отправили! Без здравствуйте, без до свидания, у нас люди вообще перестали здороваться. Это невозможно. Иногда просто думаю, офигеть, очень классно. Ну ладно, здравствуйте. Нет, вы отправили. Ну, мы не успеваем, потому что мы пакуем отвечать на этот вайбер. Да, вот сейчас, в данный момент времени, мы успеваем отправить посылки. Нам нужно до закрытия почты это все отправить. Потому что у нас гениальная почта. У нас почта работает. Ты приезжаешь вечером, сдаешь, и оно буквально в течение, вот прямо перед закрытием, оно в течение получаса грузится и уезжает. И мы вот сделали такую тактику, чтобы оно не валялось там ночь, день. Вот приезжаем вечером на отправку. Очень прекрасно все работает. Но человек, наверное, не знает и не хочет думать. Ну, в общем, нужно было куда-то скрыть этот негатив. Значит, вот вы обманщики! Все, лохотрон! Значит, человек заплатил деньги. При том, что я совершенно лояльно отношусь к тому, что девочки и мальчики могут сталкиваться с обманом в интернете. Я предлагаю наложку. Как бы, ну, ты боишься так за свои там 100 гривен. Я понимаю. Да, блин, есть люди за 20 гривен боятся, они хотят их кому-то давать. Они лучше переплачивают за наложку, да. И нормально себя чувствуют, не нервничают. Наложка приехала, забрали. Еще денег там почте дали. Все нормально, все спокойно. Нет, за наложку мне жалко заплатить, но я очень нервная психическая особа. И я буду всех доставать. Значит, через буквально там 15 минут почему вы не отвечаете? Короче говоря, барышня успела за полчаса, когда мы собирали, вот не успевали отвечать, ну, вайбер идет, ну, сейчас вот доделаю, да, отправлю посылку, а потом буду отвечать. В общем-то, она успела сама поругаться с нами, обидеться, выставить всех злоумышленниками. И в конечном итоге мы просто вернули ей деньги. Вот, поэтому вот такие вот люди есть, клиенты, которые вот просто психически, я считаю, гипер какая-то вот просто какая-то тревожность. Ну, если вы так сильно боитесь потерять свои денежки. Ну, реально там сумма небольшая, там 100 гривен туда, 100 гривен сюда, ну, да, твои 100 гривен. Ну, если ты так боишься, что тебя обманут, ну, ничего страшного, заказывай на ложкой. Вот, ну, в общем-то, вот так вот. Вот с такими клиентами я не работаю. Следующий момент такой, очень важный, интересный прикол был, тоже человек пишет, а какие сорта у вас есть? Ну, вот вам список сортов, смотрите. Посмотрела, посмотрела, девять время пишет, хорошо, я выберу, все такое, вроде как бы на контакте человек идет. И идет потом следующее сообщение. А вы, наверное, девочки, внимание, выращиваете фиалки все одного сорта и продаете их как разные сорта. И какой-то вот, в какой-то момент у меня было желание поработать с возражением клиента, да, вот просто поработать с возражением клиента и рассказать ей, что вот, да, ну, нет, да что. А потом я подумала, вот реально, а как вот человеку, как с ним поработать, как ему объяснить вот такому клиенту, что, блин, да у меня там хреново туча этих сортов, я уже просто, блин, офигеваю сама, куда это все девать. И уже мне надо хватать телефон, да вот смотрите, да вот дивиться, дивиться, вот я вас не обманю, вас не обманю. И там цена вопроса тоже была минимальная, буквально я поставила летнюю цену на свежесрезанные листья. И тут хотел человек взять оптом 15 листов, вот, но при этом этот человек, вот мне какая-то кузька кусает, все меня кусает, вот, при этом этот человек еще вот такие вот выражения, ну, что сделала? Я просто поприкалывалась, написала, что, вы знаете, целыми днями этим и занимаемся. И поперла эту барышню, просто поперла. Но в таких случаях таких людей я просто блокирую, удаляю. В общем, и не работаю с этими людьми, потому что с ними работать невозможно. У них какая-то глубинная обида на весь этот мир, который вообще ни в чем не виноват. Он себе прекрасно растет, прекрасно цветы цветут, деревья, птички поют. А ну, будут сейчас петь вам птички? Слышали, как красиво? Как красиво. Вот. Поэтому и самое интересное, что если вы выйдете на контакт с таким клиентом, как показывает многолетний опыт мой, многолетний опыт других моих девочек, с которыми я общаюсь, которые продают фиалки, это очень проблемные клиенты, они потом начинают, как правило, предъявлять претензии, что не прижилось. Да как вы могли что-то через пол... Ну, допустим, у меня был такой случай, тоже вот такая барышня попалась. Почему я сейчас блокирую? Я даже не общаюсь, не трачу свое время на это все. Потому что мне потом человек через полгода предъявлял претензии, почему у нее плохо растут фиалки, почему у вас такой был плохой посадочный материал, что через полгода у меня фиалки не зацвели. Вот. А там покупались детки, и как бы полгода для детки это ни о чем. Ну, как бы есть такие люди, которые просто любят найти точку, в которой можно кому-то придолбаться. И с такими девочками просто от греха подальше, со спокойной нервной системой, намного больше нормальных, адекватных, приятных в общении людей. Я вообще обожаю клиентов, которые... Вот вам деньги, насобирайте мне что-нибудь красивое. Слушайте, меня уже загрызают комары. Вот. Насобирайте мне что-нибудь красивое, на ваш вкус, и вперед. Я таких клиентов просто обожаю, целую, обнимаю. Вот реально. Да, я понимаю, что есть девочки, которым такой вариант не подходит. Но, кстати, очень много девочек, которым все равно что-то там вам приехало. Главное, чтобы оно потом росло, цвело и радовало. Вот так вот. Вот такие вот дела у меня. Поэтому я вам рассказываю небольшую часть работы с фиалками и продажу их в интернете.